ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ После моего рассказа, показа, в комментариях Очень много интересного я читаю, как всегда Очень много, замечательные есть отзывы Нет, сегодня я хочу показать пластинку, которая, на мой взгляд На мой личный взгляд, должна быть в коллекции каждого меломана, если он меломан Хотя, меломаны любят разную музыку Собирают разные пластинки разных направлений и стилей, жанров и поджанров Как там написано в комментариях, дико смешно просто Невероятно Ну, ладно, бог с ним Вен Моррисон, 1968 год Пластинка называется Astral Weeks Это, конечно, один из шедевров современной музыки Один из шедевров музыки 20 века Популярной музыки 20 века Как угодно можно их называть Ну, я вспомнил об этой пластинке Ну, просто достаточно много всего слушаешь Много всего приходит И некоторые пластинки не слушаешь годами Например, Astral Weeks, который я знаю наизусть много десятков лет Слушаю Я давно не слушал, да, давно не возвращался к этому альбому Просто вышла пластинка Вена Моррисона в 2022 году И сразу же я, конечно, ее взял Потому что Вен Моррисон – это тот артист Пластинки которого я беру сразу Даже без предварительного знакомства В том обсуждении И не ошибся Потому что Моррисон, обласканный критиками С огромной армией поклонников С прекрасными концертами Кстати, вот один из таких мощнейших концертов Записан на пластинке У него не одна концертная пластинка Их несколько Но вот это очень показательный такой двойничок Довольно старый Но, тем не менее, конечно, его стоит тоже послушать Вот пластиночка Record Life in Concert Los Angeles and London Summer 1973 год В отличной форме Моррисон здесь 1973 год Это его Не то чтобы взлет Потому что у него как взлет состоялся Еще во времена группы Дэм Помните такая? Дэм была такая группа Ирландская Ирлана-английская Может быть, меня Моррисон простится Потому что и Ирландия, и Англия, и Европа Все группу Дэм любили, покупали Хотя, если мне память не изменяет Моррисон там пел на первом альбоме только Но так спел Одна Глория чего стоит Глория Эту песню перепевала масса артистов И до сих пор перепевает Очень хорошая песня Так вот, в 1922 году вышла вот эта пластинка И она, конечно, очень мне понравилась Потому что, во-первых, я с большой Не то что иронией, а с ненавистью Отношусь к акции двухлетней Под названием Под названием пандемия И Моррисон, конечно, здесь разнес в пух и прах Все эти навороты Все эти навороты про вот эту самую пандемию И много чего еще разнес И в этой связи Я когда этот пластинку купил, стал слушать Думаю, ну ничего себе Ничего себе Одним названием песен чего стоит Dangerous Fighting Back is the New Normal Новая нормальность тоже прошла Здесь второе For the masses, Money from America Sometimes it just bla-bla-bla В общем, в полный рост И критика страшная у этого альбома Страшная Ну, я на сто процентов уверен, что критика Сплошная заказуха идет Потому что, как я уже сказал Любимец публики, любимец критиков Безоговорочный авторитет в современной музыке Иван Моррисон Ну, просто вот такая глыба скала Под которую не подкопаешься Ничего с ней не сделаешь Это скала, которая возвышается Одна из таких Один из утесов Непробиваемых, неразрушаемых, несгибаемых И набросились так Моррисон сошел с ума Что он несет, как он мог Это позор Одна статья лучше другой Просто позор, 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 позор Про вранье европейских правительств Про пандемию Про новую нормальность Про новый порядок Все здесь просто вот Вот прямо вот как я думаю Так тут Моррисон и спел В этом смысле очень близко все То есть альбом настолько внутри себя С одной стороны яростный Разрушающий в пух и прах Все вот эти вот масс-медиа Волны, которые на нас накатываются В основном так называемая пандемия Вот это показало Этот массовый гипноз страшный Из всех средств массовой информации Который шел Который вызывал, кстати говоря Заболевания у многих Чем человек больше боялся Этой штуки Даже не буду назвать какой Чем он больше смотрел телевизор Тем больше было шансов заболеть Что и происходило на самом деле Так вот Моррисон все это Конечно вот так Вот так Вот так Очень здорово Но музыка при этом Настолько здорово сделана Настолько она веселая Ритмонблюзовая Соул такая Яркая И в общем почти практически танцевальная Что понятно, что Моррисон Настолько свысока на все это смотрит На всю эту чушь смертельную Не впадает в эти вот В битвы, в протест Я там буду бороться Он просто обстебывает все это дело И очень талантливо это все получилось Очень музыкально Музыкант великолепнейший Иначе бы он не стал такой глыбой Очень рекомендую этот альбом Альбом в отличие от Ряда пластинок Моррисона Без музыкальных джемов Без солирующих кусков Больших инструментальных А он такой песенный Но дико все здорово сыграно Без этот традиционный Ритмонблюз-соул С элементами джаза Все здесь прямо присутствует Полный рост Отличный альбом 2022 год What is gonna take Он называется Очень всем советую Ну кроме этого я советую Конечно Ван Моррисон и Джои де Франческо Пластинку Тоже из новых времен Тут еще есть Еще Еще есть Хорошие записи Roll with the punches Моррисон Какой год я не помню Но это из современного Здесь очень здорово То что присутствует Крис Фарлоу Мой любимый вокалист В качестве второго вокалиста И Джефф Бек играет на гитаре Stormy Monday Произведение Произведение Где солирует Бек I can tell Transformation И так И все И больше Бека Здесь нет Ну Going to Chicago Замечательный номер Но уже без Джеффа Бека Но тем не менее Даже без Джеффа Бека Здесь все хорошо Здесь Такой преджазованный Ритмонблюз И легкий И тяжелый И энергичный И главное Голос Моррисона The Proper Speaks Тоже очень неплохо И идем К более ранним Его делам То есть подходим Собственно говоря К Astral Week Moondance вышел В 69 году После Astral Week Astral Week Это 68 Это по следам Astral Week По следам этого шедевра Но Более конкретно Песенный Более Хитовый Ну Собственно говоря Сама песня Moondance Она прекрасна Она хороша Она Песенна И Запоминается на раз Но Astral Week 68 год Моррисон давно уже Ушел из группы Дэм Ну не то чтобы Формально По времени Давно Но По творчеству Оторвался уже От группы Дэм На тысячелетия Потому что Вместо традиционного Яростного Ритмонблюза Которого было в Дэм Кстати говоря Моррисон и Моррисон Да Есть Джим Моррисон Есть Вэн Моррисон Так вот Про Вэна Моррисона Говорили что По сравнению с ним Джим Моррисон Это пацан Школьник Неумеха И вообще Приличный Мальчик Из хорошей семьи Потому что Такой Такой Соул Блюз Джаз Импровизационное Пение Что роднит их С Моррисоном Потому что Астра Уикс Группа джазовых Музыкантов Акомпанирует Моррисон Даже я бы не сказал Что аккомпанирует А создает Совместную Музыку Всех их перечислять Не буду А вот Кони Кей Ударный Это барабанщик Из моден джаз Квартет Все остальные Тоже очень заслуженные Люди Поэтому Музыкальная Составляющая Здесь выше Всяких Похвал И вот Этот джазовый Бенд Барабаны Контрабас Саксофон Флейта Вибрафон Акустическая Гитара Создает Удивительно Плотный И вместе С тем Прозрачный Совершенно Звук Такая Паутина Очень Тонкая Но очень Читаемая Все Ниточки Этой паутины Читаются А продюсер Редкий случай Когда Добавил оркестр И струнную группу И духовую группу Уже после записи Этого альбома И ничего не испортил А наоборот Улучшил И вот эти вот Струнные Которые здесь Появляются Вместе с духовыми Духовые На The way young The way The way young Lovers do Первая песня На второй стороне Удивительно Роковая По сравнению Со всем альбомом Такая Качающая С духовыми С такой Пачкой Плотной Духовых инструментов Так здорово И мощно Просто После всего Что было До и после Как-то так Даже Встряхивает Очень здорово А все остальное Красота Небывалая И Не похожая Ни на что Я очень часто Это повторяю Потому что я люблю Пластинки Которые Не похожи Ни на что Музыка Разная Этим И она И хороша Astral X Начинается С контрабаса Как будто Из тишины Из ниоткуда Просто так Вот люди Собрались Сели И контрабасист Начал наигрывать Что-то И подключается Вся Остальная Банда Флейта Акустическая Гитара Саксофон Вместо ударных Маракасы Подключаются И Моррисон Начинает Петь Начинает Петь Свою Песню Как Соловей Поверх Музыки Кстати У Дэвида Боуи Такие штуки Есть Но Моррисон Здесь Больше Уходит В джаз Никакого Конкретного Рока А такая Свободная Голосовая Линия И тут Один критик Написал Что у Моррисона Уникальный вокал Он в своем вокале Совмещает И Собственно Голос И оркестр И ударные И саксофон И гитары Все есть В его голосе Достаточно Одного его голоса Настолько Это И это правильно Потому что Стоит Послушать Начать С Арслалу Викс Потом Любимейшая моя песня На этом Альбоме Beside You Где Такая ярость И такая боль В голосе Моррисона Так это все По-человечески Так это Выжигает Просто тебя А оркестр Играет здесь Сам Как будто Сам собой Как будто Вот Как будто Оркестр Играет В комнате Вошел Моррисон И просто Начал петь Под то Что он слышит Просто Вот он слышит Обыгрываемые Два аккорда Количество аккордов Тоже здесь Очень Очень спокойно Подходит Оркестр К этому То есть Два-три аккорда В каждой песне Но они обыгрываются Как умеют Джазмены Вы понимаете Да Обыгрываются В полный рост Так как можно Что можно вытянуть Из двух Или одного аккорда Все здесь Вытянуто И причем Они не вытянуты А раскрыто Все это раскрыто И Моррисон Входит в комнату И начинает Просто петь Под то Что он слышит Слышит тональности В этой тональности Поет Яростно Нежно Тонко Громко Удивительно Светтинг Более Более Энергично Чем Бесайд Ю Хотя Бесайд Ю Это просто На разрыв Кипру Севиню И вот The Way Young Lovers Do Про которую я уже говорил Открывается Вторая сторона С такого Уже Просто Пачки духовых И Неожиданно Ржок Вспомнили Вспомнили Про группу Дэм Здесь И Мадам Джордж Девять с половиной минут Песня Ее все очень хвалят Мне она тоже нравится Но Бесайд Ю Мне нравится больше А Мадам Джордж Это просто Плавное парение Над землей Парение Воспоминания Красота И свободный Вот этот голос Свободный Не в смысле Того Что он поет Фальшиво И вне тональности Он поет Все в тональности Но Опять-таки Открывает Возможности Одного аккорда В своем голосе Так его распевая Что мама дорогая В общем Эта пластинка Она конечно уникальна Она уникальна И Не только я об этом говорю В данном случае За моей спиной Миллионы Поклонников Вэна Моррисона Ну и конечно Про последний альбом Который я куда-то засунул Не стоит забывать Потому что Моррисон Человек яростный Честный И прямой Как и положено быть Настоящему Артисту Я пошел Пить Вот так Пока До новых встреч Продолжение следует...